По статистике, каждое третье преступление связано с незаконным оборотом наркотических средств. Причем совершают их в основном молодые люди от 16 до 25 лет, утверждают сотрудники полиции. Они рассказали студентам Одинцовского филиала колледжа МГИМО о последствиях употребления и распространения запрещенных препаратов. Совершенность, которые завечены употреблением наркотических веществ, становится на учебный отдел полиции. Каждый такой случай фиксируется, и даже если история с наркотиками не получила продолжение, в базе данных этот эпизод остается. При устройстве на хорошую работу это обязательно отразится. Смотрим его картотипы. Были бы у него какие-то приводы в милицию. Если это была драка, начинаешь разговаривать. Что случилось? Все бывает. Мог сступиться за девушку, мог попасть в ту компанию в разную жизненную ситуацию. Но если были приводы с наркотическими средствами, или были хотя бы подозрения какие-то, то это автоматически ни на какую работу не возьмем. Но и это еще не самое страшное. Даже единичное употребление запрещенных препаратов не проходит бесследно для организма. Любой наркотик оказывает разрушающее воздействие, вплоть до летального исхода. Бывших на командах не бывают. И они сразу бывают. Кто-то думает, что их там вылечит, и они потом 5-10 лет не употребляют, они возвращаются к этому. Потому что это уже с первого употребления наркотика, это уже у человека сидит в голове. В итоге можно разрушить жизнь и себе, и своим близким. Гораздо интереснее проводить время с пользой, уверяют спикеры. В нашем округе масса активностей, интересных культурных и спортивных мероприятий для молодежи, волонтерских организаций. Здесь главное – каждому сделать правильный выбор. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».